Шахтинские сегодня простились с двумя горниками. Тела Виталия Слинькова и Виктора Бургуна обнаружили в горящей шахте первыми. Проститься с шахтерами, которые проработали под землей почти 40 лет, пришел почти весь город. Всего в списке погибших пять фамилий. Самому молодому было 27 лет. В компании Artelor Mittal Timurtau уже озвучили, что семьям выплатят зарплату за 10 лет, выделят квартиры, а детей бесплатно обучат в вузах страны. Айгерим Бухтаева с подробностями. В то, что Виталий Слиньков не смог выбраться на поверхность, кажется, и сегодня никто не верит. За 39 лет работы под землей он никогда не брал больничный и шахту знал хорошо. Поэтому теперь родные больше всего хотят узнать, что же помешало сильному и опытному горнику выйти из-за боя. ЧП на Казахстанской произошло в четверг. Утром загорелась конвейерная лента и до последнего казалось, что все обойдется. 222 горняка эвакуировали всего за полчаса. Но когда поняли, что нет еще пятерых, дело приняло другой оборот. Теперь известно, что все пятеро были ближе всего к эпицентру. Шахтеры говорят, чтобы спастись, погибшие не смогли преодолеть каких-то 50 метров. Но эти 50 метров и сейчас считаются самыми опасными. Ну, говорят, там 50 метров не дошел. А там ползли все по трубоставу, по балкам. Потому что вообще видимость нулевая была. Там уклон сильный. По уклону очень тяжело подниматься. Тем более, когда ты включен спасатель, кислорода не хватает. Ну, они знали, где свежая струя. Шли просто, не дошел чуть-чуть. Здоровья, видать, не хватило. Тело 58-летнего Виктора Бургуна подняли на поверхность уже на следующий день после ЧП. К этому времени эксперты говорили, что шансов на спасение крайне мало. Самоспасатель, с помощью которого горняки могут дышать, рассчитан максимум на 5 часов. Но родные коллеги до последнего надеялись на чудо и опыт. На шахте он проработал 39 лет. Запомнился трудолюбием и чувством юмора, которое есть только у шахтера. Человека, каждый день рискующего жизнью. Молодежь приходила, давали ему, как он был наставником. Требовал. Молодец. Быстро учил пацанов начинающих. Ну и, конечно, без шуток в шахте. Это вообще нельзя работать. В списке погибших пять фамилий. Самому старшему 59. Это как раз Виталий Слиньков. В ближайшее время планировал перебраться к жене и двум сыновьям в Россию. Самому молодому всего 27. Илья Старовойт в сентябре собирался отметить важное событие. Год своему сыну Макару. По странному совпадению тела погибших из пылающей шахты доставали по старшинству. Сначала подняли Виталия Слинькова, затем Виктора Бургуна. Далее нашли Дениса Стешина, Артура Халикова и последним обнаружили самого младшего из погибших горняков Илью Старовойта.